В Хабаровском крае завершается уборка картофеля. Больше 90% урожая уже собрано. В этом году общая пассивная площадь под эту культуру составила порядка 960 гектаров, а из них 110 поля сельхозпредприятия Колос. Это один из крупнейших производителей овощей в регионе, который в том числе взял курс на развитие картофелеводства. В прошлом году сельхозпредприятие получило краевой грант, благодаря чему в этом удалось увеличить урожай. Насколько, расскажем в следующем сюжете. На поля в селе Константиновка картофелеуборочный комбайн Колоса выехал в последний раз в этом году. Здесь предприятие выращивало три сорта картошки – гала, зекура и редскарлетт. В этом году у нас хорошая картофель. Урожайность 200 центнеров средняя с гектара. Это с поля, то есть бункерный вес. Что будет на продажу, что будет на семена и все остальное, посмотрим в процессе переборки. Предприятию осталось собрать урожай с шести гектаров. Аграрии торопятся, рабочих рук не хватает, а картофель не любит низких температур. Да и техника не выкопает его из земли при заморозках. К тому же в этом сезоне работы в целом больше. Вместо 70 гектаров засадили 110. На комбайне еще должно стоять 4 человека, чтобы успевали. Где-то огневая картошка проскакивает, где-то попадают комки. Это надо убирать, просто не хватает людей. Копаем напрямую. Где-то земля попадает, где-то комки попадают. И вся эта картошка идет на хранение в хранилище. В хранилище уже непосредственно будем перебирать. Овощехранилище предприятия готово к увеличению урожая. Теперь в него можно заложить больше 2000 тонн картофеля вместо 1000. Площадь помещения не изменилась, но в нем оборудовали современную систему вентиляции и микроклимата. Это позволяет хранить картофель буртами в высоту до 8 метров. Система следит, чтобы температура в хранилище не поднималась выше 4 градусов и регулирует влажность. Только влажность повышается, включаются вытяжные вентиляторы и влагу вытягивает. Нет, картошка остается сухая, здоровая. То есть все автоматизировано? Все автоматизировано, да. Сейчас все наладим и ничего не надо больше делать. Все передается на компьютер в офисе и на телефон. В помещении сделали также капитальный ремонт. Привели в порядок крышу, застелили полы, поставили автоматические двери и утеплили стены. На модернизацию своего старого овощехранилища Колос получил краевой грант в размере почти 19 миллионов рублей. Это поддержка для сельхозпроизводителей, которые занимаются развитием картофелеводства. При этом предприятия или фермеры должны вложить не менее 20% собственных средств. Мы больше своих средств вложили, чем планировали. Вы же это только внутри, а снаружи все полностью обуртовано. Там сделана гидроизоляция. Еще будет доделываться. Будем утеплять снаружи. Еще будем в холодильник ставить небольшого объема, чтобы мы могли потом температурный режим регулировать до июня месяца, чтобы продлить срок реализации картофеля. С помощью грантов правительство края поддерживает развивающиеся предприятия, чтобы они могли увеличивать посевные площади и общий объем урожая. Такая стратегия компании совпадает с общим трендом региона на повышение продовольственной безопасности. Основными продуктами край должен обеспечивать себя сам, в частности картофелем. По оценкам экспертов, в этом году его соберут около 78 тысяч тонн, что на одну тысячу больше, чем годом ранее. Динамика позитивная, однако результат пока далек от идеального. Желательно в целом себя обеспечивать основными видами сельскохозяйственной продукции. Конечно, картофель относится в эту категорию. Но пока мы стараемся наращивать порядка 65% самообеспеченности у нас. Специализированную поддержку на развитие картофелеводства в крае ввели два года назад. Гранты можно направить на модернизацию или строительство овощехранилищ, а также на покупку сельхозтехники. В прошлом году правительство поддержало двух фермеров. В этом году за помощью обратились уже пять сельхозпроизводителей, которые получили гранты на общую сумму почти в 29 миллионов рублей.